На Мира горела квартира, в городе прошел поцелуй и удача и рождественская сказка. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте. В 11 часов ночи на пульт пожарных поступило сообщение о том, что на Мира-23 горит квартира, внутри которой может находиться женщина. Прибыв на место происшествия, пожарные насчитали в квартире три очага возгорания. Хозяйку, которая и устроила пожар, в комнатах не нашли. В этот момент она уже лежала на снегу под окнами многоэтажки. Было ли это случайное падение или 72-летняя женщина выпрыгнула из окна шестого этажа, намеренно выяснит следствие. Сейчас с ожогами лица, кистей, рукой и переломами она находится в реанимации. От круга до Абы в городе прошел очередной концерт шансон проекта «Поцелуй удачи». Вопреки распространенному мнению, что этот стиль музыки уже давно не является голосом, имеет из мест нестоль отдаленных, если каких-то пару лет назад нижнекамских исполнителей шансонов можно было буквально пересчитать по пальцам, то на сегодняшний день их количество ощутимо выросло. Подробнее о концерте, о самих знаменитых исполнителях нижнекамской сцены мы расскажем вам в 18 часов 30 минут в итоговом выпуске новостей. Праздник под названием «Радуемся Рождеству» прошел в Доме культуры поселка Красный Ключ. Его подготовили воспитанники воскресной школы. Программа «Прошла на ура». Праздники у нас продолжаются. Сегодня мы на Святом Ключе, Красном Ключе, празднуем этот праздник вместе с детьми. И все вместе желаю вам всего доброго, вам и вашим семьям, вашим близким, чтобы всегда любовь, взаимопонимание царили в вашем доме. Через два часа хоккеиста нижнекамского нефтехимика на домашней арене примут Новокузнецкий «Металлург». На данный момент оба клуба являются соседями в турнирной таблице конференции «Восток». Нижнекамцы сейчас находятся на 12-й строчке. Игроки «Кузни» расположены строчкой ниже. В активе «Нефтехимика» 42 очка. После 44 встреч у представителей «Металлурга» 39 очков. 18 часов 30 минут. В эфир выйдет итоговый выпуск новостей. И вот одна из его главных тем. Снегопад сделал трассы небезопасными. Несколько рейсов из Нижнекамска все же отменили. В городе несколько смен чистят дороги. Как горожане-коммунальщики переживают обильный снегопад. Оставайтесь с нами, и вы будете в курсе всего, что происходит в городе. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин